Всем привет! Собственно, да, зовут меня Александр Коршак, я являюсь одним из лидеров Google Developer групп Нижнолгеров и в то же время работаю в компании Мера. Бывают у нас различные всякие крутые проекты, и сегодня я немножко расскажу о том, с чем я ознакомился, работая в компании Мера. На одном из проектов наших заказчиков, ну и в свободное время. На самом деле, это не первый раз, когда я говорю о виртуальной реальности. Есть очень много хардкорного контента, который вы, в принципе, можете найти у меня в Twitter и в Facebook и так далее, с других конференций. Сегодня у нас немножко обзорная версия по тому, что вы можете сейчас уже сегодня сделать, используя Google VR SDK, бывший Cardboard SDK, и о том, что в будущем планируется. Вы слышали все о новой Dayday платформе, бюджетной, ой, немножко не бюджетной виртуальной реальности, но все же доступной вашему карману. Соответственно, давайте приступим. Вообще, вот, прежде чем я перейду к следующему слайду, давайте, как всегда, обычно немножко познакомимся. Вот, хотелось бы узнать, кто вообще знает разницу между артумент стоялти и виртуальной реальности. Вот эту тонкую грань, поднимите все руки. О чем мне всем остальным пойдется? Объясняешь, какая разница или все-таки? А кто знает, какая разница между виртуальной айлисией и экшуалой айлисией? Крутяк. У тебя есть точки актуальной реальности? А, значит, ты не знаешь, о чем я. Вот, на самом деле, доклад рассчитан на немножко качевого пользователя, который уже, ну, хотя бы тыкался, игрался немножко с карбордом, видел, что такое VR-контент и понимает, какая разница существует с аргументом айлиса. То есть, дополненной айлисией. Вот, доклад рассчитан также на тех, кто не знаком с VR-технологией Google, возможно, с Google VR, не писал ничего под карборд и вообще не знает, как это делается. Ну, и особенно, вот, последняя часть будет актуальна для тех, кто не смотрел Google I.O. и вообще не в теме, что происходит в мире виртуальной айлисии, почему Google бьет по акции Noculus и так далее. Соответственно, я очень долго думал над тем, как же все-таки объяснить вам актуальность того, вообще, что происходит в мире виртуальной айлисии со стороны Google. Вот, но было очень много крутых идей и слайдов, которые я уже показывал. Вот сегодня я раньше всего лишь одним. Вы вот видите, да, здесь такой красивый график нарисован. Вот, но вот тут не видно цифру, да, по количеству миллионов, ой, извиняюсь, минерных запросов в поисковой системе Google на тему виртуальной, что такое виртуальная айлисия и всякие слова с ней связаны, да. Вот, соответственно, ну, по крайней мере, видится тенденция, что у нас с 2015 года очень большой пик, очень большой пик по интересу пользователей. Соответственно, если технологии интересны пользователю, значит, ребята, нам пора этим заниматься и пора в этом очень сильно и углубленно разговаривать. Соответственно, опять же, если вы поглядете на этот слайд, то мы видим, что с 2013 по 2016 год, да, вот последний пик, это как раз в Google.io как раз, в тот момент, когда он транслировался. Если мы проанализируем вот этот вот весь график, то мы видим, что с 2013 по 2015 год идет, в общем, рост и такое волнообразное понятие интереса у пользователей. С чем это связано? А это связано вообще, во-первых, это говорит о том, что в будущее он вступил уже вчера, и пора ходить, а ребята. Вот. С чем связано, я сейчас немножко объясню. Вот, соответственно, все помнят, когда появился у Google Saif, какой, ну, вот, бомбежный эффект у пользователей, да, вау-эффект у пользователей он вызвал, типа, вот. Вы видели аттракционы, наверное, пользовались там на большой покровской ночью за 100 рублей. Вот я вот такие, короче, вещи показываю. Пробовал, кстати, кто-нибудь? Ой, крутяк, да, ты на какой ходил? Ты на качельках катался? А, на качельках катайся, вот круто вообще просто. Вот у тебя тут пацан сидит недалеко, он вообще тебе столько эмоций расскажет, сколько он испытал. Не поверишь вообще. Вообще, я, эта штука очень крутая. Вот здесь вот на этом слайде схематически представлено, как выглядит типичный Oculus Ape. Ну, в первой своей версии, во второй, ну, коробка поменялась, но, в принципе, то же самое все. Это у нас линзы, экран, сенсоры и аудиоплата, которая позволяет слушать 3D-аудио. Вот. В свое время Google, в общем, подумал-подумал, 200 баксов, елки-палки, пацаны, ну, как бы, вы че, совсем, что ли? Кто будет покупать за 200 баксов какие-то очки, которые даже толком раз пробовать никто не успел? А кто-нибудь, кстати, купил Oculus Ape уже? Ну, вот вы и правильно сделали. А может, вот в 2014 году Google такой подумал и взял за анонсирование? А, ребята, вот у вас по 200 баксов, короче, очки есть, а у нас за 18. Ха, и кто здесь вообще гений маркетинга? Ну, вот, соответственно, 18 баксов – это вот картонная коробка, которая стоила, точнее, извиняюсь. Картонная коробка, которую Google анонсировал в 2014 году. То есть такая бюджетная виртуальная анонс для пользователей. Ну, гораздо проще купить. А эффект, на самом деле, почти тот же самый. Да, здесь, кстати, ссылочка есть, если вы хотите появляйти девайс, они сейчас стоят гораздо дешевле. Вообще, в принципе, можно за один бакс даже своими руками сам брать из коробки с подпицей или с Алиэкспресса. Вот, очень занимательное дело, здесь ссылка есть, попробуйте. Соответственно, что же было в следующем году? На Google IELA 2015. Вот, изначально поддерживалось только Android устройство. Все любители технологий, как бы, Apple, да, они всегда думали, о, Google, ну, чем он там для нас еще сделает, да? Вот, Google опять же такой берет и, хоп, представляет, давайте, будем iOS поддерживать. Выходят новые кардборды, которые поддерживают именно форм-факторы айфонов. Вот, в связи с тем, что, как бы, первые интерфейсы вирт-приложений для кардбордов были не особо интуитивно понятными, очень прощается процесс настроения устройств. То есть, буквально, запустив вирт-приложение, вы можете навести, соответственно, включается камера, вы можете навести камеру на QR-код, он считывается там, в какой-то, в общем, несложной магии все это дело обрабатывается, и, соответственно, у вас видимая часть для, вот, как раз, как сказать, фокусное расстояние до экрана, и сами вот эти вот квадратики, которые рисуются в вирт-приложениях, они меняют размер именно в специфичной манее для вашего устройства, для форм-фактора вашего устройства. Для, как бы, опять же, Google понимал, что, ну, вот, мы выпустили вирт-приложении в 2014 году, показали кардборд, у всех был вауэффект, всем понравилось, вот, а комиссия вокруг этой технологии не образовывается. Соответственно, выходит кардборд из дикей. Штука была достаточно сырая и поддерживал сразу, ну, он был кроссплатформенный, поддерживал iOS и Android, вот, но, как бы, Google, да, возможно, в 2015 году уже вам писать приложение. Сейчас уже 2016-й. Кто-нибудь пишет, кстати, под VR что-нибудь? Уже 16-й. Ну, вы чего вообще? Ну, ладно. Вот, и, соответственно, первые вещи, на которых использовались, соответственно, вирт-устройства, это были, ну, такие бьюверы для панорамных фотографий, которые мы уже привыкли с вами делать уже, я не знаю, с каких пор, да? Вот, для 360-х видео, да, кстати, первые камеры для 360-х видео появились не совсем недавно, как вы могли подумать. Вот, на самом деле, уже очень давно на рынке существует устройство для систем видеонаблюдения, где две камеры рыбых глаза по 180 градусов убедняют сигналы, соответственно, делают, как бы, 360-х видео. Вот такая штука существует на рынке очень давно, и Google такой, оп, а мы сделаем еще свою супер-пупер-камеру, которую будет еще кинематография использовать. Кстати, Джеймс Кэмерон, свой следующий аватар, некоторые сцены из него снимал, по-моему, вот этой самой камеры Google Jump. Это вот так, просто такой крутой факт. 2016 год. Вот совсем недавно проводили IO-экстензи, там вроде крутые видосики показывали с DDAI-платформой, да? Вот, но помимо всего прочего, Google создает новый SDK, достаточно очень сильно переработанный, лучший кардборд SDK, вот, называется он теперь Google VR, версия 0.8.1. То есть она, на самом деле, еще официально, как бы, не получила версию единичку, которая знает, что все хорошо. Но, тем не менее, версия 0.8.1, по личным моим ощущениям, когда я ее попробовал, она гораздо круче даже в плане производительности. Представьте, вы написали приложение, 18 мая после Google IO выходит апдейт, выливается на GitHub, я такой, хоп, в Грэдбет, в феще все, соответственно, библиотеки связаны, и вижу такой у меня, хоп, полтора раза FFS поднялся. Ну, разве не прекрасно, нет? В общем, все очень здорово. Google также анонсировал костные изменения в Android 10, связанные с VR-модом. Алексей немножко уже об этом упомянул, но, тем не менее, тем не менее, это не так, как, казалось бы, да, из его слов. То есть, типа, вы написали обычное 3D-проглажение, оно у вас в VR-моде запустится. Это неправда. Правда заключается в том, что на платформе Android 10 будет существовать, как бы, вот Google Play Services, все знают, что такое, все видели прекрасно, да? Кто пробовал Google Play Services? А кто, простите, все остальные люди? Вы просто пиво пришли по делу, да? Ну, вообще, ладно, без суть. В Google, извиняюсь, в Android 10 будет существовать Google VR Services. Это такая специальная штука, которая работает в очень низком уровне на платформе и представляет различные возможности, типа, выделенного доступа к CPU для VR-приложений и различного такого всякого рода блудшистинга, который поднимет, вот, казалось бы, ни на чем производительность VR-приложений. А на 7D-дрин платформе это такая штука, вот, типа, ну, знаете, видели, наверное, гифки уже там, где ты блинчики жаешь, вот, как вот, я вот сейчас кликером, только контроллером, короче, или возьмешь там, я не знаю, рыбу ловишь. Вот такой вот контроллер, который добавляет возможность, я все знаю, который добавляет возможность некого интерактива, которого не хватало в обычных хит-центрах, да, там одна кнопочка, где гербат он был, для того, чтобы, ну, на кнопки нажимать, да, в виртуальном деле. Вот, на нем будет тачпад и все дела, в общем, очень круто. Вот, и анонсирует множество VR-контента. У Google появилось его подразделение, которое занимается написанием приложений на Google VR-платформе. Вот, и, соответственно, обещают, что чуть ли не порядка 350 приложений будет вылетать в сентябре вместе с выходом Daydream'а. Вот, это небольшой анонс того, что будет и того, что было. Давайте перейдем к самому вкусному. Что же такое Google VR для разработчиков? Вот Google VR – это вот, как бы, такая библиотека, как я уже сказал, и она позволяет вам писать уже под Daydream, который еще не вышел. Вот, то есть вы уже можете, на самом деле, уже накрепать кучу контента с этим контроллером, да, который, ну, в принципе, анонсируется где-то в выход в октябре, да, вот, и под карборный старый, ну, потому что, как бы, уже сотни людей купили по 18 баксов, ну, не сотни, а миллионы, наверное. Надо с ними что-то делать, как-то их поддерживать, да. Вот. Google VR, соответственно, поддерживает, какие платформы это, Android, iOS, как я уже говорил, и вообще, на самом деле, можно писать на Unity, кроссплатформные приложения. Вот. В то же время, SDK на Unity и SDK под Android, но вообще, Google, как бы, хитрый, как всегда, немножко, и он уже дал вам возможность писать, используя версию 0.8.1, на Unity и на Android писать код, который будет работать с новым их контроллером, планируемым к выходу по сентябре, да, 0.8.1, в общем. Вот. А пользователям, извините, разработчикам кода iOS-устройства пока такой возможности не дали. Вот. Они могут пока писать только под карбор. Соответственно, какие основные возможности есть? Ну, это, соответственно, как я уже говорил, это поддержка панорамных, как отображение панорамных фото, фото в VR-спейсе, да, 360 видео, объемное аудио, различные способы калибровки и стабилизации изображения. Ну, то есть, вы знаете, там, как бы, угловой круч, сенсоры данные идут, не всегда очень ровно, не всегда очень плавно. В общем, цифровая стабилизация присутствует. С коробки уже почти. Одну функцию буквально нельзя. Вот. Стейлор-эндэй. Соответственно, еще, ну, как бы, вы можете в VR-моде отрисовывать на экране что-то, можете переключаться в обычный мод. То есть, написать, допустим, игрулю под... Обычную игрулю под телефон и в то же время добавить возможность переключения из нее в VR-режим, где будет все гораздо круче. С Unity, честно говоря, вот я тут написал много всяких штук, которые существуют в плагине для Unity. Вот. Я их вообще ни одну не пробовал, честно говоря, но вынес на слайне. Соответственно, будет время, попробуй, если он, может быть, что-нибудь напишет и расскажет нам на следующем этапе. Вместе с 0.8.1 Google VR SDK, да, у нас появился еще и Native Development Kit. То есть, как бы, изначально все было написано на Java, на Java синтексисе. Вот. И, соответственно, анонсировали, типа, ну, графические приложения, как бы, не true писать же на Java, это вы знаете, там, как с OpenGL дела обстоят. Вот. Соответственно, анонсировали, типа, Native Development Kit, вы можете, используя просто кроме с OpenGL, плюсовые, да, вызывать гугловские айпишки, в плюсах и рендей, что-то на экране. Вот. Он, на самом деле, делал, попробовал, на самом деле. Очень крутая штука. Особенно для тех, кто очень любит C++ и у кого есть очень большое отвращение к Java. Им это все очень понравится. Вот. Лично мое ощущение было, ну, я тестировал на очень высоконадруженных, как бы, текстурах, ой, извиняюсь, моделях. То есть, я примерно накидывал, тестировал шум перлина, используя VR Space, да, используя SDK, NDK. Честно говоря, на низком количестве вершин на сцене все работает лучше в NDK. Вот. А уже когда мы перешагиваем цифру, там, миллион, конечно, это, в общем, извините, дохайна, но, в общем, перформанс как бы по экспоненте падает. То есть, если у вас в VR Space накидывается, отрисовывается очень большое количество частиц, NDK пока не для вас, но в то же время нужно учитывать, что с момента релиза SDK уже прошел целый год, а с момента релиза NDK прошел всего, ну, прошло всего два месяца, да. Все еще впереди. Вот здесь я хотел немного продемонстрировать, как вообще все очень просто делается. Ну, для тех, кто вы пришли, такие послушники, я верлю, надеюсь, да, вот, хотя бы какую-то техническую информацию, тут у всех как бы модно стало слайды с кодом на вербью делать. Вот, я выкинул простейший пример, как, допустим, у вас что-то рендерится, вот, как вам можно это все в VR Space, то есть, при помощи Google VR SDK вынести. Вот, JVR View Layout кидаем на экран, вот мы экстензимся от JVR Activity, это такая специальная активность, на следующийся, это UpCompat Activity, вот, имплементим стерео-рендерер, в котором, собственно, есть два главных метода. OnView Frame и OnDraw Eye. Оба они используются для расчета, соответственно, различного контента, ну, извиняюсь, трансформации, соответственно, перемещения и, соответственно, на позиции проекции положения вашей модели в TID Space. В принципе, то есть, вы из обычного, там, какого-нибудь метода OnDraw все впихиваете в OnDraw Eye, у вас уже, как бы, VR режим в приложении присутствует. Все очень просто, на первый взгляд. Ну, это, на самом деле, все очень просто. Вот, для любителей всяких скузий UI и UX-а, вот, я здесь уже воткнул слайд, что он представляет, какие возможности Google VR. Вот, на самом деле, уже есть какие-то гайдлайны, которых, на самом деле, как бы, по факту-то и нет. То есть, Клэй Бэймер, директор Google, директор подразделения Google, которых занимается виртуальной айлис, вообще в одном интервью перед Google I.O. сказал, что, ну, типа, ребята, я отражаюсь тому, что делают разработчики современные для использования VR-технологий, потому что они, по факту, строят аналог операционной системы, UI, UX, гайды вообще отсутствуют, и нет четкого представления, как вообще это все удобно для пользователей. Поэтому это так чисто, вот, я немножко забегаю в будущее, возможно, у кого-то есть какие-то крутые идеи, которые взорвут бошки людям впереди, как вот, как в свой лайн когда-то сделал, да, первый март, да, представьте себя. Соответственно, будущее, да. Google Daydream, да, новый концепт за 100 баксов, не за 18, чуть подороже, но гораздо герой, чем тип соколуса может соревноваться. Осенью ждем. В то же время, до того, как Google, извиняюсь, Daydream устройства выйдут, да, Google уже в Steam заанонсировал, зарелизировал плеку, который позволяет рисовать при помощи, называется антилд-браш, при помощи контроллера в 3D-спейсе. Дизайнерам вообще очень понравилось. Вот здесь на гифке проиллюстрировано как раз то, что дизайнеры творили в 3D-спейсе, поистать все таки в черной комнате, установить и лепить скульптурой, виртуальной кистью, да. Очень круто. Это просто был один из примеров того, как все-таки круто иметь какой-то интерактив в VR. Вот это все нас ждет в скором будущем при выходе Daydream контроллера. Будет стандарт для телефонов и хитсетов, который, ну, соответственно, отдается вам на все-таки разработку, контроллер будет производиться самим Google. В андроиде N появится VR-маркет, VR-уведомление для того, чтобы в VR-моде вы могли такие, хоп, получаете уведомление для телефона, оно у вас не какой-то плашкой там, да, из notification подобразилось, а по-моему, круто в 3D-так. Вот. Выденный доступ к CPU и очень большие, соответственно, работы по производительности обещают. Ну вот, опять же, я говорю, Google VR-сервис, который очень много работы в VR-вынесут на низкий уровень системы. С производителем будущие возможные хитсета. А вот так вот он будет выглядеть. А вот здесь, на самом деле, как бы, девки, да, я сказал, есть аппи для того, чтобы с контроллером работать. Вот. И на самом деле есть приложение, контроллер уже эмулирует работу этот контроллера. То есть, если вы хотите сейчас уже что-то подготовить по DataIn, вы можете зайти вот здесь по ссылочке, установить, соответственно, контроллер на любой телефон выше 4.4, там специальная ПК-шечка лежит, наклеить магическую наклеечку, вот, как вот здесь нарисовано, да, и баловаться в VR-спейсе уже DayDain контроллером до его выхода. В то же время, если вас очень сильно душит джаба, то есть вы, как бы, взяли, скачали ПК-шку, поставили ее на телефон, наклеили наклеечку, получили DayDain контроллер, и платят за него нисколько, вы можете его перекрутить к кардборду, который сам себе идет. Это уже делается. Есть схема, вот по этой ссылке есть схема сборки кардбордов своими руками. Кстати, на одном из воршотов мы планируем показать вам, как собирать уникальные, не уникальные, извиняюсь, универсальные кардборды под любой форм-фактор. У нас, а, ребята из Украины сделали целый урок по этому, вот, они обещали нам затрансферить всю эту информацию, покажем вам обязательно. Соответственно, что вы можете сделать дальше? На этом слайде проведены ссылочки для того, как вообще углубиться в VR-разработку, VR-development-сайт, информация о VR, как запустить его в браузере, всякие сэмплы с гитхаба, например, на кодлабсах. Там всего два, они уже простые, я думаю, что за полчаса справитесь и поймете, насколько это все круто. Вот, давайте будем на связи. Здесь на слайде есть все мои контакты. Если у вас будут какие-то наработки по VR, какие-то вопросы по VR, обязательно обращайтесь ко мне. С удовольствием вам отвечу на любые вопросы. А на этом слайде больше нет. Всего доброго и всем хорошего настроения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кстати, вопросы, да? Вот вопросы. Вопрос такого характера. Я Google I.O. когда смотрел, речь была о том, что из-за того, что сейчас слишком большие задержки в работе сенсоров, современных телефонов, под тот же самый Daydream будет введена Google отдельная сертификация, и ни одно современное устройство не поддерживает в полной мере этот Google Daydream, только новое устройство, которое выйдет осенью, и всякие цветы... Да, да, да. Вы правы, поэтому, как уже я сказал, будет два стандарта, и этим стандартам текущие смартфоны еще не следуют. Nexus 6P очень приближенного. Я на самом деле пробовал эмулятор уже, ставил себе на самсунговский телефон на S5 Mini, и ставил, соответственно, приюл Android N на 6P. Да? Вот. Очень все плохо. Несмотря на то, что как бы вроде самый передовой смартфон флагман от Google, пока, да, достаточно кислой работой с контроллером. Я думаю, про продолжу вопрос. Задержка вот эта при повороте головы в этом остатки есть или уже как бы нет? А, это, кстати, от поймоты вашей группы сейчас зависит на данный момент. Ну, я вам точно скажу, что, как бы, вот, если мы в чужие гайдлайны заглянем, типу Oculus, почитаем, то они пишут, ну, как бы, не больше в 65 тысяч вершин накидывайте, иначе все уж плохо будет. Вот. Ну, вы можете накидать 65 тысяч вершин на одну модель, но не забывайте тогда в сцену сплитить, как бы создавать несколько рендейеров, которые будут там максимумом 65 тысяч рендейеров. Тогда задержка будет сравнима с тем, что, как бы, состоятельно человеческого глаза. Вот. Но вы видели, на самом деле, крутые графические приложения, в которых, ну, даже если мы раскидаем на несколько, соответственно, рендейерах весь контент 3D-сцены, да, нам надо не забывать о том, что у Everdrome GPU будет очень большой, и все равно лагать будет. Вот. Поэтому вы сами видели, даже в самом, ну, крутом сейчас вверхе сети типа Oculus, да, графика достаточно убогая. Вот. Ждем будущего. Кстати, кстати говоря, если уж раз заговорили о физиологических возможностях, вот, то, как бы, еще раз поговариваю, что мы ждем 8К-смартфоны, вот, потому что в таком случае можно будет достичь, использовать современную графику уже OpenGL 4.0, там, или Vulkan, такую, что, как бы, отрисав VR-сцену, мы слабо будем отличать ее от настоящего, как бы, мира. А зачем? Она все равно не сможет так интерактивно шевелиться, скажем так. Кстати, Apple запатентовал уже перчатки, которые будут сенсорными вверх что-то перекидывать. Это так тоже в новостях звучало, я не знаю, правда или нет, но, может быть, интерактивы будут такие. Вот, от HP, кстати, еще вышел специальный рюкзак, чтобы не запутаться в проводах от Oculus для виртуальной реальности. Соответственно, используя всяк, кучу всяких периферийных устройств, да, возможно, у вас и получится, так что вы действительно откудаете себе виртуальную реальности, забывая об актуальной. Не знаю, посмотрим. из личного опыта от устройства с 1080p сильно зерно или тербимо для восприятия? Ой, на самом деле, вот, что я и пробовал, везде, в принципе, зернистость есть, и знаете вообще еще в чем штука, как бы, зернистость, вот на S6 у меня, она слабо просматривается, если я вот вставляю не в кардборд, а в этот гербер, вот, но есть другой момент, как бы, у вас экран светится, и появляются кроматические обриверации в виде там синих таких вот полосок, короче, на линзе, вот, то есть, тоже немного ухудшает, у меня, кстати, с собой девайс, если хотите, я вам там могу сесть вон где-нибудь в удобном месте, вы подойдете, я вам покажу что-нибудь, что я девелопил, и как это выглядит. Вот, у вас вопрос был, да. Да, вопрос по поводу контроллеров для VR, соответственно, кроме как положения головы и каких-то хардоварных устройств, ничего нет, так ведь? Ой, нет, ну, да, я вам показал вам, что же будет в контролле, то есть, он по факту будет работать как внешний сенсор, там будет две кнопки, типа, кнопка окей, и кнопка back, вот, и еще будет тачпад, соответственно, вот, это максимум, который пока есть, будет. У меня в телефоне есть фронтальная камера, окей, а положение моих зрачков, размер никто еще не считывает? Нет, нет, стойте, мы, вот, я не знаю, задавал первый вопрос, понимать, какую разницу между VR и AR, камера тут ни при чем, ну, если не говорить, камера ни при чем, а вот вопрос, в контроллерах, как использовать VR, помимо медиа, то есть, в быту, как использовать VR, если мы ничего не можем, кроме как посмотреть мультик, игрушку, или что-то еще, ну, я для диагностики, MRT использовал X-ray, и так далее, почему бы нет, почему не только игрушка, посмотрите, у меня в Твиттере доклад, есть статьи видео с... А как часто я это использую? Как часто я это использую? То есть вопрос, вот вы спросили, а кто из нас вообще программирует под VR? А зачем нам это делать? Кто на этом сейчас зарабатывает деньги, кроме как медиа... Ой, да, я заебра кинул свайны. Да, специально для вас по поводу инвестиций. В прошлом году в VR, извиняюсь, да, в 2015 году было заинвестировано 258 миллионов долларов. В этом году уже на состоянии, на 1 июня, VR заработал на этих инвестициях 1 миллиард долларов. Это случилось в первый раз, а все существовала технология. Соответственно, смотрите, стоим в 4 раза. За полгода. За полгода. Больше, чем объем инвестиций за прошлый год. А меня-то, когда заказчик спросит, я хочу вот ту же самую плепуху, но уже в VR, когда вот это произойдет, когда он спросит в любой сфере, что, я хочу VR, Google об этом не говорит? До такой степени я ланговать не могу, я могу только на сухой аналитике пока. он с вами общается. Вопрос. Ты, Саша, а вот, понятно, при поддержке Android, поддержке iOS, алибиите, Ой, ну как бы, игрушки писать. Ну, конечно. Ну, там, кстати, не только игрушки, потому что там будут всякие... Что? Всякие. Комнаты, залы, обучалки, тренинги можно делать. У них есть специальные... Я тут, кстати, недавно ездил на конференцию High Future в Казань, тоже о VR рассказывал. Вот, там чувак подошел мне после, соответственно, моего выступления, сказал, «Слушай, а ты не пробовал как-нибудь в VR на Unity написать такой, типа, это, ну, симулятор стриптиза, короче, что мы стриптизер, что такие на Unity, короче, в VR на Unity. Вот. Ну, собственно, вот зачем твои VR на Unity нужен? Еще вопросы? Я вам накидал тут небольшой дэнфу, короче, еще можно, как использовать VRView в вебе, который вы сможете включить, чтобы посмотреть. Ну, в общем, если время останется, я опять же вам ее покажу. Пока я передаю слово, соответственно, нашим следующим докладчикам. Следующим у нас будет вообще очень крутой чувак, вот, он Google Developer Secster, типа, евангелист, нештатный, вот, он расскажет про Physical Web, сейчас мы будем звонить. То есть, давайте попробуем. Спасибо.